Ну что ж, уважаемые зрители Glock выпустил новый легендарный с их точки зрения пистолет Glock 44 пистолет в мелкашку 22 калибра размером с Glock 19 в котором есть еще больше полимера у них затвор теперь не стальной а полимерный с стальной поддержкой они это предназначают для тех кто занимается спортивной стрельбой или для новых стрелков я в принципе все равно считаю что Glock не годится как пистолет для новых стрелков в принципе никакая модель но это же Glock они же будут пытаться продать ну во первых что нам известно это 5 поколение впереди есть нарезы которые ну вещь полезная особенно учитывая что на большинстве их пистолетов этого нету так что если вы планируете купить потом нормальное 5 поколение вам это будет полезно затвор гибридно стальной то есть полимер и чуть-чуть стали ультралегкий затвор ультралегкий затвор соответственно отдача тоже практически не будет ну продвин алкашки и так ее не было бы но это другой вопрос задний представительный приспособления регулируется работает от уникального магазина на 10 патронов 22 калибре почему 10 патронов почему не сделать те же самые 15 как глокки 19 ну не знаю логика для того чтобы заряжать патроны в этот уникальный магазин он сделан так чтобы в нем был ассист для зарядки потому что новый стрелок или какой-то стрелок который был пистолет обычный игловский магазин зарядить не сможет и мелкашечный тоже ствол нового типа глоковский для улучшенного попадания улучшенной точности полигональные нарезы до сих пор полигональные нарезы но лучше затворная задержка с двух сторон для амбидекстра то есть можно левой рукой и правой рукой кнопку магазина можно переносить с одной стороны на другую и соответственно разные размеры рукоятки под разных людей инновации миллион да это безусловно первый мелкашечный глок а смысл столько существует мелкашечных пистолетов что глок сейчас попытается войти от рынка да скорее всего этот пистолет будет продаваться как раз любителям глоков ну вот ну успеха им как говорится новый калибр не называют новый калибр для глока весь мир уже больше 100 лет с этим калибром стреляет а вот глок только первая револация весь этот пистолет будет 358 грамм длина ствола 102 миллиметра соответственно в Канаде по-моему пройдет вес с пустым магазином 415 грамм вес с полным магазином 465 грамм нажатие на спуск 26 ньютонов вот размерности кому интересно я смотрю на эти параметры и не могу не зевать извиняюсь да они сделали мелкашечную версию своего самого популярного пистолета который надо покупать как полноценный пистолет они не могли вот это вот просто сделать как конвертационный вариант 19 или 17 глоку продали бы гораздо больше потому что если честно я считаю что большинство людей не будет покупать отдельный пистолет чисто под мелкашку который глок хотя конвертационного комплекта нет может быть действительно есть какие-то плюсы для начинающих но вот рекламка у них просто смешная была там люди этот пистолет носят если честно говоря я представляю до определенной степени смысл такого пистолета для ношения если единственное для чего вам это нужно это может быть иногда отстрелять змей каких-нибудь может быть но смысл носить чтобы например тренироваться никакого но что он отличается и по весу и по всем остальным параметрам это отдельный пистолет смысл тренироваться только для новых стрелков может быть чтобы те кто знает что они перейдут потом на глок изначально привыкали к глоковским проблемам и причем все равно они перейдут на глок и там все будет совершенно по-другому имеется в виду на настоящий пистолет нормальным пистолетом калибре практические пользы от этого пистолета абсолютный ноль это чисто пистолет действительно для тех кто хочет купить недорогой глок кстати пистолет вроде бы должен начинаться около 400 долларов то есть это самый дешевый глок за историю глоков и вот это по-моему большой плюс единственный плюс который я здесь могу найти на данный момент да и все вот такие вот новости вот буквально вчера они сделали создание новой легенды это издевательство это вы знаете если я вот так немножко лавил 19х но я потом понял что какой-то смысл в нем есть для некоторых людей этот пистолет с моей точки зрения наверное все-таки менее интересен потому что много существует хороших мелкашиных пистолетов на рынке и глок пытается залезть в нишу в котором конкурентов уже очень много и конкуренты уже устоявшиеся то есть сюда полезут только глоко филы реально говоря на этот пистолет хотя если они сбросят цену и его можно купить долларов за 300 будет может быть тогда появится побольше клиентов вот эти вот рекламки они написали что пистолет мелкого калибра для большей точности то есть у них пистолеты нормальных калибров менее точные они сами себя хают ну в общем все извиняюсь у меня горло до сих пор не прошедшее так что пойду пользоваться медом дальше вот такая вот новостная клоковская легендарная новость у нас планирую ли я его приобрести скорее всего нет хотя цена недорогая и как пистолет для обучения новых стрелков может быть годится но у меня на этой группе сидит Вальтер П 22 хотя данный пистолет по своим размерам по полностью размерам может быть чуть-чуть получше но все равно я не считаю что Глок со своими проблемами является хорошим первым пистолетом даже мелкошеном формате на этом все спасибо за внимание и посмотрим на отзывы пока реально говоря сомневаюсь что кто-нибудь чего-нибудь об этом пистолете по-настоящему знает